Рад приветствовать вас! Это программа Свой Петербург, а я Георгий Макеев, экскурсовод, родившийся в Кисловодске, живущий в Москве, а сегодня рассказывающий о Санкт-Петербурге. Да, я провожу экскурсии по многим городам, снимаю у них видеоролики и приезжая в новые места, люблю представлять, а где бы я в них жил. И сегодня я хочу рассказать о доходных домах Санкт-Петербурга, которые впечатлили именно меня своим видом, историей, жильцами. Итак, сегодня Санкт-Петербург в домах и лицах. Георгий Макеев, победитель конкурса российского географического общества в номинации «Лучший гид Москвы» в 2018 году. У него есть не только экстремальные маршруты на горном велосипеде, лошадях и ездовых собаках, но и обычные пешие по разным городам России. Я хотел вспомнить цитату Белинского. Хотел бы, но не вспомню, но смысл ее там был таков. Он сравнивал Москву и Петербург. Я говорю, что, мол, Москва это город старый, даже древний, со своими устоявшимися традициями, памятниками. Стариною одним словом. А вот Петербург, что Петербург. Тогда ему было-то не полных полтора столетия. Но Петербург он сам весь памятник. И тут, конечно, нельзя не согласиться. Петербург – памятник еще какой. Все эти дворцы, фонтаны, каналы – это все прекрасно. Но лично мой Петербург – это прежде всего Петроградская сторона. Отсюда началось мое личное знакомство с городом. Тут была гостиница, куда впервые я приехал. Отсюда и сам город начинал развиваться. И потом только перебрался на левый берег. В поисках лучших доходных домов мы побываем у Пятиуглов, завернем в роскошные дворы знаменитого Толстовского дома, пофланируем по Невскому и набережной Фонтанке. Начнем же с Каменноостровского проспекта. Хочу показать вам один из самых, если не самый роскошный дом начала двадцатого века в Петербурге. Его автор – известный мастер стиля модерн Федор Лидваль. Швед Федор, а вообще Юхан Фредерик Лидваль родился в Санкт-Петербурге. А вот отец его, портной, эмигрировал сюда из Швеции и дослужился со временем до титула придворного портного его императорского величества. В 1898 году этот участок на Каменноостровском проспекте выкупила его вдова Ида Амалия. Скорее всего, не обошлось без инсайдерской информации, ведь как-никак муж был придворным портным. Когда эти участки только были выкуплены, они не представляли собой ничего особенного. Но уже в 1903 году, после открытия соседнего Троицкого моста, Каменноостровский проспект стал петербургской рублевкой того времени. Участок резко вырос в цене, а дом стал одним из самых дорогих в Петербурге. Для Федора Лидвалья это был первый самостоятельный проект, но глядя на этот дом, никогда так не скажешь. Федор Лидваль воплотил в этом доме все черты модерна. Плавность линии, отказ от острых углов, асимметрию. На фасадах изобразил растения, птиц, рыб, животных. Огромный паук плетет паутину на балконе второго этажа. Над входом в подъезд и на самом верху два разных филина. Один насторожен и грозен, а второй доволен охотой в его лапах добычи. Этот дом можно рассматривать долго, как картину. У меня всегда, когда я прохожу по Троицкой площади, поражает многоплановость разнообразие фасадов, разнообразие объемов вот этого замечательного сооружения. А почему это так? А потому что этот дом многофункционален. Если мы будем смотреть со стороны Каменностровского, то слева будет особняк фамилии Лидваль, в торце будет доходный дом, а справа будет мастерская архитектора Лидваля. Он с любовью отделал свой дом. Во-первых, прекрасное применение не только штукатурки, характерной для Петербурга, не только гранита, соль любим в нами, но и резного горшечного камня. Обилие выполненных из естественного камня барельефов, да еще и натуралистические темы, которые еще вновь в этом городе, это, конечно, замечательно. Я всегда говорю, вот мамочка ему деньги на дом дала, дом, который он строит как рекламу своей фирмы, а он ей веранду для чаепитий отделывает всякими поганками. Дом был примирован на первом городском конкурсе лучших фасадов в 1907 году и сделал архитектора знаменитым. Вот тебе и первая работа. В парадных были установлены мраморные изразцовые камины, в квартирах русские и голландские майоликовые печи, а также в каждом корпусе электрическое освещение, паровое отопление, отдельные комнаты для швейцаров и дворников, лифты, как сказали бы сейчас риэлторы, солидный дом для солидных людей. Ну а изнанка? Она такая изнанка. Несмотря на то, что общий план дома имеет неправильную форму, едва ли удалось избежать комнат с острыми тупыми углами. Помещения неправильной формы использовались как вспомогательные. Все квартиры этого дома были одинаково благоустроены и отличались лишь величиной. Если вдруг все это вас еще недостаточно впечатлило, то вот в заключении. В этом доме была квартира на 18 комнат. 18. Некоторое время ее занимал потомок литовских князей Радзивиллов, но более всего она прославилась благодаря другому своему известному обитателю, генералу Алексею Николаевичу Куропаткину, участнику русско-японской войны, военному министру при Николае II. Часть комнаты до квартиры занимал сам генерал семейства, а часть прислуга. Квартира выходила сразу на две лестницы, на парадную и черную, по которой доставлялись продукты и дрова для каминов. Конечно же, в советское время столь огромная квартира не могла оставаться в прежнем виде. Ее разделили на коммуналки. Уже в нулевые годы новым владельцам удалось расселить их и объединить две трети исторической территории этой квартиры. Теперь она занимает площадь в 533 квадратных метра. В архитектурном плане дом Ледваля можно назвать своеобразной энциклопедией пластических и декоративных приемов. Разнообразные формы эркеров и окон, где даже стекла имели алмазную огранку по краям и переливались всеми цветами радуги на сон. Разнообразные отделочные элементы. Все это сделало дом не просто одним из самых ярких образцов стиля северный модерн, а по мне некоторых так и вовсе самым характерным и выразительным образцом этого стиля. Говорят, что вплоть до самой своей смерти в 1945 в Швеции, куда Ледваль эмигрировал в 2018 году, Федор Иванович регулярно справлялся о сохранности этого дома и беспокоился, уцелел ли он во время Великой Отечественной войны. И дело тут не только в профессиональном интересе. Этот дом Ледваль не просто построил по заказу своей матери, но и посвятил его ей. Любимый нами современный Каменноостровский проспект, красавец в стиле модерн, воспринимался современниками совсем иначе. Может, то, что нас сегодня раздражает и пугает в новых зданиях Санкт-Петербурга, будет спустя сто лет оцениваться потомками по-другому? В 1898 году городская дума даже приняла решение о расширении справа Каменноостровского проспекта. Кстати, мы это замечаем, что справа некоторые дома имеют палисаднички, какие-то садики и так далее. Но как только мост открыли, финансовые интересы домовладельцев Каменноостровского проспекта оказали такое влияние, дума оказалась под таким давлением, что в 1904 году она приспокойненько взяла свои слова обратно и сузила проспект до его естественного исторического размера. И в 1915 году журналист Лернер, журналист «Столица и усадьба», оплакивая вид вот этой части города, писал о том, что вот эта живописная, зелёная петроградская сторона, на которой хотели устроить Елисейские поля Каменноостровский проспект, под давлением капиталистических интересов превратила его в новую Гороховую улицу, только серее, уже и более тёмную, чем Гороховая улица. Вот сравнение. И, тем не менее, именно на Каменноостровском проспекте появились лучшие с архитектурной точки зрения постройки начала XX века. Каменноостровский проспект – одна из самых лёгких и безответственных улиц Петербурга. Каменноостровский – это легкомысленный красавец, накрахмаливший две свои единственные каменные рубашки, и ветер с моря шумит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий подмышкой свои каменные дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки. Так писал Осип Мандельштам. Но о каких домах, сделавших лицо проспекта, говорил писатель? Одни из них мы только что видели. Это дом Лидваля. Ну а второй, несомненно, это дом Бенуа. В начале XX века этот дом спроектировали и построили три брата-архитектора – Леонтий, Альберт и Юлий Бенуа. Так что в народе это здание часто называют «домом трёх Бенуа». Ну, или ещё более лаконично – дом Бенуа. Он огромен, хотя и невысок. Его корпуса выходят на три улицы – Кронверскую, Большую Пушкарскую и, собственно, Каменноостровский проспект. Сюда как раз и развернут парадный двор этого дома. Двор Курдонёр. Курдонёр с французского «почётный двор». Это двор, ограниченный с трёх сторон, боковыми фольгелями и главным корпусом. Как правило, именно с трёх сторон. И мы сейчас как раз в таком Курдонёре. Архитекторы заложили здесь сад, устроили фонтан. Следы его ещё можно увидеть во дворе этого дома. Да, в остальных дворах таких красных колонн из гранита, как в Курдонёре, вы, конечно, не встретите. К слову, этот дом может похвастать, пожалуй, самой большой по протяжённости линии дворов на Петроградской стороне. Кого-то эти дворы могут удивить, кого-то вдохновить, кого-то напугать, но чтобы в этих дворах вы банально не заблудились, все они пронумерованы с арифметической точностью. Двор номер один, двор номер два и так далее. В наше время дом стал очень хорошо узнаваемым благодаря фильмам, которые здесь снимали. Агент национальной безопасности, бандитский Петербург, гений. Узнаете дворики? У меня лично, кстати, этот дом ассоциируется с жилым комплексом соляной двор на Солянке в Москве. Там тоже снаружи всё серое, внутри всё жёлтое. Снимали многие фильмы, Брат 2, например. А у этого дома, кроме удачного месторасположения, неподалёку ведь Ленфильм, ещё и интереснейшая запутанная сеть внутренних дворов, в общей сложности которых здесь насчитывают аж 13. Благодаря вот таким дворикам, которые прекрасно передают колорит города, можно оказаться при желании практически в любом времени. Том сразу привлёк аристократию, которая обратила внимание на Каменностровский проспект. Например, великий князь Гаврил Константинович, который жил в мраморном дворце, не мог жениться в связи с очень строгими брачными законами, которые ввёл Александр Третий. Он влюбился в Нину Нестеровскую, Антонину Нестеровскую, которая была балериной Императорского театра. Это было очень характерно, потому что его друг Александр Георгиевич Лихтенбергский в этот момент также содержал свою подругу Каралли, тоже знаменитую актрису. И вот для Нестеровской сняли квартиру на Каменностровском проспекте в этом доме. И как только произошла февральская революция, и он, и Лихтенбергский, в один день в одной церкви венчались со своими подругами. То есть он стал официальным мужем Нестеровской и переехал буквально в марте 1917 года в этот дом. У итальянского философа Кампанелла был свой идеальный город. Город солнца, город будущего, а это такой дом солнца. Идеальный дом. Некоторое время это был и самый благоустроенный, и самый большой жилой комплекс в Петербурге. 25 подъездов, 250 квартир. Примерно через 20 лет в уже советской Москве тоже появится свой дом солнца. Легендарный дом на набережной для советского правительства. Позднее этот дом тоже заселят советскими государственными партийными чиновниками, судьба которых будет такой же. Репрессии и аресты. Несмотря на красивое оформление и дорогостоящие материалы, главным достоинством дома Бенуа было другое. Это был самый технически оснащенный дом в городе. Со своим водопроводом, канализацией, паровым отоплением, электричеством, лифтами, а еще собственной телефонной станцией, собственной прачечной, снегоплавильнями, мусоросжигательными печами. Сейчас современные застройщики иногда в качестве основного бонуса потенциальным покупателям обещают вот такое полное устройство внутренней инфраструктуры. Между тем, такой велосипед был изобретен задолго до этого. С 1937 по 1941 года в этом доме жил известный композитор Дмитрий Шостакович. Именно здесь он начинал работу над своей 7-й или Ленинградской симфонией. В середине 30-х жильцом дома стал легендарный актер Бабочкин, сыгравший Чапаева в одноименном фильме. О представителях творческих профессий, живших в этом доме, напоминают мемориальные доски на фасаде. Однажды в голодном 1921 году директор Петроградской консерватории, композитор Александр Глазунов, пришел к Максиму Горькому с очередной просьбой о пайке юному дарованию. «Скрипач или пианист?» – спросил Горький. «Композитор. Сколько же ему лет?» «Пятнадцать. Сын учительницы музыки. Он принес мне свои опусы. «Нравится?» «Отвратительно. Это первая музыка, которую я не слышу, читая партитуру». «Почему же вы пришли?» «Время принадлежит этому мальчику, а не мне. Надо устроить академический паек». «Записываю. Как фамилия?» Шостакович. В советское время-то здание населили чиновники и военные. Так, например, здесь жил маршал Шапошников, маршал Говеров. Пару лет здесь жил Григорий Зиновьев. Ну а с 26-го и до самой смерти своей, в 34-м году, здесь жил первый секретарь ленинградского губкома Сергей Киров. В его квартире было шесть комнат. В гостях у него бывал и Сталин. Сейчас там музей Кирова. Я думаю, что Сергей Миронович Киров выбрал квартиру по нескольким основаниям. Во-первых, квартиры там были большие. С другой стороны, на Петроградской все-таки считалось, что хорошо жить. Это было место среднее между городской средой и свободой островов, где ты мог отдохнуть. Сергей Миронович любил гулять со своей собакой и выводил ее на прогулку в садик у Матвеевской церкви. Ну и, скорее всего, именно поэтому храм и был снесен. Немножко раньше, чем другие храмы, сносимые в 1932-1934 годах. Эта же участь постигла и Веденскую церковь, которая стояла еще в двух кварталах оттуда. В наши дни дом Бенуа – это настоящий плавильный котел у разных социальных слоев. Роскошные апартаменты здесь соседствуют с дешевыми коммунальными квартирами, а демократичная столовая на первом этаже – с изысканной фотостудией в башне этого дома. Не так давно на одной из стен дома Бенуа появились вот такие скульптуры-барельефы. Шостакович, Лихачев, Хармс, Дали. Так что можно сказать, что в 21 веке дом Трех Бенуа прямо-таки оброс целым созвездием известных и замечательных людей. Но пускай первые два дома не вводят вас в заблуждение. Впечатление о доходном доме как о чем-то престижном, роскошном, дорогом – ложное, так как значительная часть доходных домов даже в центре Санкт-Петербурга была рассчитана на непритязательное население, особенно во вторых и третьих дворах. Большая часть доходных домов тогда строилась все-таки для сдачи в аренду комнат, а не квартир. Так выгодно было заниматься недвижимостью, потому что население Петербурга быстро росло. Представьте, за каких-то 24 года, с 1890 по 1914 год, население города увеличилось на миллион 300 тысяч человек. Чем выше квартира находилась и глубже была во дворе, тем она была дешевле. Самые дорогие квартиры в лицевом флигеле на первом и втором этаже, а самые дешевые в третьем, четвертом дворе на пятом и шестом этажах. В Санкт-Петербурге никогда не было района, где селились бы только богатые. Даже в самой престижной адмиралтейской части Петербурга в третьих и четвертых дворах могли жить мелкие чиновники и простые мастеровые. Они пользовались теми же улицами, но и к маршруту никогда не пересекались. Все-таки долгое время было правило, чем ниже квартира, тем она была дороже. В дореволюционном Петербурге самые дорогие так называемые барские этажи находились прямо над магазинами. Первоначально барским этажом был второй, но со временем с ростом домов ввысь барскими стали второй и третий этажи. Если вы вдруг подыскиваете себе квартиру в старом фонде, то знайте, что больше всего декора, самые большие печи, самые высокие потолки будут именно на втором и третьем этажах. Однако нужно помнить, что для подавляющего числа граждан размер жилой площади был очень ограничен. Есть хороший пример из истории Октябрьской железной дороги. Каким было жилье для железнодорожных рабочих, у которых было более сотни тысяч на Петербургском узле. На каждого из них приходилось менее одного квадратного метра в рабочей казарме. У кого-то 4-5 комнат, у кого-то 1 квадратный метр. Вот такой город контрастов. Ну как не вспомнить здесь описание комнаты Раскольникова в преступлении и наказании. Комнатка его находилась под самой укровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. На пересечении улицы Рубинштейна и Загородного проспекта находится один из неофициальных символов Санкт-Петербурга. Легендарный дом у пяти углов, построенный архитектором Лешневским в 1914 году. Его заказчик, купец Шнеер Залман и Оф, торговавший мебелью и антиквариатом, заказал дом в соответствии со своими вкусами, потребностями и финансами. Нижние два этажа, разумеется, отданы под торговлю. Они отличаются огромными витринами и практически лишены декора, который сосредоточился в верхней части здания. Кстати, весь декор на фасаде выполнен из искусственного камня. Это все цемент в перемешку с мраморной крошкой. До революции на этом оживленном перекрестке нашли себе место нотный магазин Николая Адамсона и автомобильный салон Александра Шапиру. Здесь были просторные магазины с теплыми подвалами при них. Лешневскому пришлось соединить в этом доме несколько разных функций. Внизу это огромные, для мебели нужны же просторные помещения, огромные магазины. На втором этаже мастерские, швейные. Вот, кстати, один из известных петербургских портных жил в этом доме, снимая там ателье-магазин. И кинозал, который находился внутри этого дома. Кстати, сегодня об этом кинозале никто обычно не помнит. Но я подозреваю, не тот же ли это самый аукционный зал, где днем, например, проходили аукционы, а вечером тот же Иов показывал фильмы. Потому что место для кинотеатра найти сегодня на планах крайне трудно. Кроме того, здесь можно было приобрести головные уборы и меха, корсеты и обувь, подкрепиться вином и фруктове. Наконец, здесь располагался головной офис акционерного общества «Сименс Шукерт», занимавшегося всем спектром электрификации. И торговый дом «Марьяновский и сыновья», который привозил из Персии и Бухары сушеные фрукты, бакалею и колониальные товары. Сам основатель торгового дома жил здесь же, над магазином. Конечно, этот дом, при слове «пять углов», ты сразу вспоминаешь этот образ, ты видишь этот дом. Он выхватывает все внимание этого места на себя. Дом интересен чем? Это большое количество какой-то нежности, если посмотреть на него. Там практически нету каких-то повторяющихся прямых, рубленных, резаных линий. Он больше напоминает модерн. Есть основная семейная легенда о том, что Александр Львович, проверяя качество стройки дома, на многих объектах это повторялось, но мы уже не можем сказать точно. То есть мы знаем точно про три дома, которые так строились, но все говорят, что это было на каждом доме. У Александра Львовича Лешневского была такая особенность, если он приходит, смотрит на кладку стены и видит, что она ему не нравится, он ударом ноги или тяжелым предметом может снести эту стенку и сказать, перекладываете ее заново. Это как раз показатель его вот этого стырчивости темпераментной, то, что он за свое дело от начала до конца. Есть в этом доме две детали, которые лично меня повергли в глубокий шок. И первое из них, то, что в этом огромном доме было всего шесть квартир, по две на каждом этаже. Здесь жил, естественно, сам владелец этого дома, а у него была жена и семь детей и другие состоятельные люди. Годовая арендная плата составляла здесь четыре тысячи рублей. Не каждый инженер или архитектор за год зарабатывал и половину этой суммы. Квартиры, разумеется, были просторными. По семь комнат, с кухней, готовочными печами и отоплением. Паровым отоплением в комнатах и газифицированным отоплением в ванной и на кухне. Сейчас в этом доме 15 квартир и лишь одна из них на семь комнат. Ну а в советское время, разумеется, все здесь состояло из коммуналок. Ну а за башней приглядывало КГБ. Теоретически ее можно было использовать как пулеметное гнездо. По мне, так эта башня очень роднит. Этот дом с московским легендарным домом под юбкой на Пушкинской площади. Там тоже огромная башня на углу высокого серого дома. Ну и вторая деталь, так меня поразившая, открывается внутри. Сам дом треугольный. А как вы думаете, какой формы внутренний двор? Треугольный? Круглый? Овальный? Возможно, второго такого двора нет во всем Петербурге. Сюда же, во двор, выходят окна обеих лестниц. Парадной и черной. Архитектор Алишеневский, создав неординарные формы двор, превратил небо в зеркальный омут, по которому плывут облака. Своей жене Софии он периодически говорил о том, что «Гляжу в твои глаза, как в озеро в ночи». Это фраза, которую мы не можем понять, то ли она взята из какого-то произведения, то ли это фраза. Ну, по крайней мере, она упоминается в одном из дневников одного из его детей. В свое время я оказался в этом дворе ночью в абсолютно неестественной для Петербурга отсутствии дымки на небе. Это было уже сентябрь-октябрь, когда нету какой-то дымки, когда рано темнеет, очень глубокое небо. И вот стоя в этом дворе ночью и смотря в это звездное небо, как говорится, что если смотреть из колодца или через трубу на небо, ты видишь все звезды даже днем, вот ночью этот эффект усиливается до невозможности. С 35-го года в этом доме проживала писательница Лидия Чуковская, дочь Корнея Чуковского, со своим мужем, ученым-физиком Матвеем Бронштейном. Об этом напоминает мемориальная доска из кроваво-красного гранита на фасаде. У меня от нее мурашки по коже. В центре памятного знака огромная выбоина. Ей вторят пулевые отверстия, а внизу решетка. Бронштейн работал над теорией гравитации. Подобно многим другим людям, занимавшихся наукой и исследованиями в Советском Союзе, в 1938 году его расстреляли. А жене сообщили, что супруга отправили на 10 лет в лагеря без права переписки. Только через два года унизительного хождения по инстанциям она узнала, что мужа уже давно нет в живых. Чуковская прожила долгую жизнь в этом доме. Сюда в гости к ней часто приходила близкая подруга Анна Ахматова. Позднее Чуковская напишет серию исторических рассказов, записки об Анне Ахматовой. После революции у архитектора была возможность уехать за границу, но он сказал, мои дома – это мои дети, без меня они погибнут. И он остался. И даже в зрелом возрасте не растерял энтузиазма, стараясь всегда построить дом таким, каким он был задуман изначально, а не так, как получится. В конце 19-го, начале 20-го века на улицах столицы появляются бездельники-наблюдатели, для которых во Франции даже подходящее слово придумали – фланер. В переводе на русский – гуляющий. Бальзак назвал фланерство гастрономией для глаз. Итак, фланерствующий стиль перебирается и в архитектуру. Новые модные европейские тенденции диктуют строительство широких, удобных для прогулок улиц, пассажей и домов, на первых этажах которых расположились магазины, кафе, рестораны да барбершопы. В общем, как вы сами, наверное, уже догадались, те фланеры очень похожи на наших хипстеров. Разве что штаны не подворачивали, хотя подтяжки и шляпы носили. Но фланеры одевались, в общем-то, преимущественно очень просто, потому что их основной целью было наблюдение, а не вставление на показ всеми к себе. Вот уж где фланировать и фланировать. Да, мы во дворе одного из самых известных и самых больших доходных домов Санкт-Петербурга. Это легендарный толстовский дом, который занимает целый квартал между Фонтанкой и Рубинштейна, и построенный к 1912 году уже хорошо знакомым нам архитектором Ледвалем. Толстовский – это по фамилии заказчика генерал-майора графа Михаила Федоровича Толстого, пятиюродного брата того Льва Николаевича Толстого. Правда, уже через год дом перешел его вдове – графине Ольге Александровне, урожденной Васильчиковой, дочери князя Александра Иларионовича Васильчикова, того самого секунданта на дуэли Лермонтова с Мартыновым. По задумке архитектора Ледваля, в центре дома здесь был не двор-колодец, подбивающий на совершение суицида, а огромный просторный атриум, такой комфортный для прогулок и дружеских посиделок. В таком дворе могло вырасти не одно поколение детишек, пересушены тонны белья, здесь могли перегругаться сотни до тысячи соседей. В то время посещение этого двора у любого прохожего вызывало то самое ощущение добрососедства, которое сейчас так по душе нам в старушке Европе. В отделке дома видны элементы, характерные именно для творчества Ледваля. Высокие ренессансные арки проезда, лоджии на верхних этажах, удобство и освещенность жилых помещений. В проекте сразу была предусмотрена прачечная, водопровод, лифты. Этот дом строился для всех сословий. В нем были буржуазно-роскошные квартиры и весьма скромные. Первоначально проездами был занят центр этого двора. Вот этих клумб не было, были только узенькие полоски газонов, которые тянулись здесь вдоль своеобразной улицы. В советское время облик этого двора был значительно изменен. Появились клумбы, засаженные когда-то, кстати, тополями. Ну а в центре двора вместо восьмиугольной клумбы, задуманной архитектором, появился довольно большой фонтан с бетонной тумбой. Таким образом изменилась задумка архитектора. Пропала центральная парадная улица, которую иногда романтично называют улицей Зодчего Ледваля. В центре улица, а на улице парадная. Чуть не сказал по московской привычке. Подъезд. Парадная. Это так по-петербургски. Во все времена имперской России был парадный подъезд к дому. Как у Некрасова есть строчки в стихотворении. Размышления у парадного подъезда. Вот парадный подъезд по торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Были парадные для жильцов и черные лестницы для обслуживающего персонала. Новому режиму бездельники-флонеры были не нужны. Почти все квартиры распилили на коммунальные, которыми потом награждали за успешную работу и поддержку нового режима. Свобода слова и передвижение тоже оказались никому не нужными. Поэтому от гуляющих двор закрыли высоким забором. Как говорят англичане, недвижимость только тогда может стать элитной и дорогой, когда она имеет свою историю. А истории хватает. Так, например, в этом доме жил Самуил Альянский, создатель издательства «Алконост», основанного в 1918 году для публикации произведений поэтов-символистов, в основном Александра Блока. Вот представьте, 1 марта 1919 года. Бесцветная прибалтийская весна. В тесной однокомнатной квартире Альянского собрались Блок, Белый, Мейерхольд, прелестная Ольга Глебова-Судейкина и еще масса других приглашенных гостей. Собрались по поводу юбилея. Издательство «Алконост» исполнялось 9 месяцев. В те суровые и непростые времена даже 9 месяцев казалось солидным сроком, до года ждать было уже слишком тяжело. С превеликим трудом хозяину квартиры удалось раздобыть 3 литра спирта и кое-какую закуску. Гвоздем застолья был форшмак из воблы и мороженая картошка. Гости поговорили о делах, поупражнялись в изощренности тостов и при скудости закуски быстро захмелели. В то время Петроград был на осадном положении. Из-за комендантского часа хождения по улицам без специального пропуска было строжайше воспрещено. Зная это, те, кто жил подальше, успели разойтись, но часть приглашенных осталась. Устроились кое-как и уснули. Блок задремал, сидя у стола. В середине ночи Алянского разбудил стук в дверь. За дверью был некто во всем кожаном и два вооруженных матроса опоясанных патронами-лентами. Есть посторонние? Да, есть. Мы отмечали день рождения и некоторым гостям пришлось задержаться и остаться. Там он, например, у стола спит Александр Блок. Говорите, потише, пожалуйста, не хочется его будить. Какой Блок? Тот самый? А кто еще остался? Почему не сообщили в дом комбет? Комиссар сказал, что на этот раз уж ладно, так и быть, обошлось. А вообще полагается сообщать. И вообще хорошо, что он был вместе с патрулем, иначе всех забрали бы. Патруль удалился. Ну а комиссар, сделав несколько шагов, остановился, обернулся и обратился к Калянскому строго в тоне выговора. Александра Блока, гражданин хороший, неужели не могли уложить где-нибудь? Это был собственной персоной комендант Петроградского укрепленного района, известный большевик Дмитрий Авров. Историй про этот дом множество. Говорят, что именно здесь Булгаков нашел прообраз своей нехорошей квартиры. Из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» мы знаем, что знаменитая квартира была номер 50, имела семь комнат и занимала пятый этаж пятиэтажного дома. В Толстовском доме квартира имела номер 60. В ней было восемь комнат и располагалась она на шестом этаже шестиэтажного дома. После заселения с жильцами этой квартиры начинало происходить что-то сверхъестественное. Они становились завистливыми, агрессивными, злобными и писали доносы на своих соседей. Сверхъестественно на этом не заканчивается и позднее из этой квартиры стали бесследно исчезать жильцы. По анализу домовой книги 29-30-х годов мы приходим к выводу что такой квартиры вообще не было. Ну и в заключении хочу сказать что по слухам последний жилец этой квартиры выселился оттуда в конце 90-х годов и говорят довел своих соседей до порога сумасшедшего дома. Многие скажут совпадение. Но ведь когда Булгаков приезжал в Ленинград он останавливался у родственников где? Именно в этой самой квартире где жил брат жены и его дядя и хотелось бы отметить что ее исторический номер 660 ведь нумерация квартир в Толстовском доме трехзначная как в гостинице где первая цифра означала номер этажа. Да чертовщинки при упоминании Булгакова всегда хватает и не только в Москве. О Толстовском доме можно рассказывать долго он же мчужина на улице Рубинштейна. Старый Петербург тем и интересен что практически каждое здание хранит много историй загадок и легенд. Доходный дом это типовой объект европейской и русской в том числе архитектуры второй половины 19-го начала 20-го века. Город будь то Берлин Вена Париж или Санкт-Петербург с Москвой по большей части из таких домов и состоит. По служном списке петербургского архитектора рубежа столетий преимущественно доходные дома. Постепенно нарастал их масштаб. Появлялись и новые застройщики банки страховые компании промышленные нувориши что есть примета мирных времен. Такие инвестиции предполагают предсказуемость и долгосрочный кредит. Но кто же знал история сделала новый виток и сейчас такие доходники это стандартные объекты показа на современных экскурсиях и на нашей с вами в том числе. Таков мой Петербург. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok